На заседании правительства премьер-министр Кыргызской Республики Сорамбайджи Эмбеков заявил о начале оптимизации государственных расходов. В том числе было заявлено о сокращении расходов госбюджета с целью баланса доходов и расходов государственных ведомств, а также ряде мероприятий, призванных повысить эффективность работы всех госструктур. С прошлого года мы начали работу по оптимизации экономики. Был введен мораторий на расширение штата госслужащих. Также ведутся работы по сокращению численности служащих в министерствах и ведомствах. В скором времени ожидается завершение работы. 15 числу увидим результаты. 27 сентября Министерством финансов был представлен проект закона республиканского бюджета на 2016 год и прогноз на 2017-2018 годы. На сегодняшний день доходная часть бюджета больше утвержденного на 1,6 млрд сомов, в то время как расходная часть также увеличена на 1,2 млрд сомов. Сокращены расходы в основном по всем министерствам и ведомствам, за исключением судебной системы, за исключением некоторых ведомств силового блока. Если говорить конкретно по министерствам и ведомствам, например, я могу сказать, что по министерству финансов мы сокращаем где-то на 406 млн сомов, по министерству образования на 271 млн сомов, по министерству здравоохранения на 357 млн, по министерству транспорта на 211 млн и другие. Необходимость сокращения расходов была обусловлена увеличением трат госбюджета на строительство 27 социальных объектов различного направления, в том числе и реконструкцию дорог, а также строительство ипподрома ко всемирным играм кочевников. На сегодняшний день завершено строительство 14 объектов. Также было отмечено, что сложившийся экономический кризис наложил свой отпечаток на нынешнее положение вещей. В связи с этим для установления баланса бюджета было принято решение о сокращении незащищенных статей. Сюда входят такие пункты, как командировочные, расходы на транспорт, капитальный ремонт и прочие расходы. Все защищенные статьи бюджета мы не рассмотрели и не были внесены изменений. То есть все выплаты на социальные пособия, пенсии, на заработную плату, все эти средства сохранены в полном объеме и мы будем выплачивать своевременно и 100%. По словам замминистра экономики, по капитальным средствам было сэкономлено 9 миллиардов 702 миллиона 700 тысяч сомов. В большинстве это кредиты в рамках ПГИ, которые не были освоены в этом году. Поэтому эти расходы были перенесены на 2017 год. Что касается бюджетных расходов, там мы сократили около 4,5 миллиардов сомов по министерствам и ведомствам, по спецсредствам около 800 миллионов сомов. Из 4,5 миллиарда сомов конкретно по министерствам и ведомствам сокращены расходы около 2 миллиарда сомов. Сейчас Минфин ожидает подтверждения от правительства и если оно будет получено, начнется работа по реализации проекта оптимизации расходов. Деньги же, которые были ранее выделены на повышение зарплат госслужащим, будут перекинуты на следующий год. Однако только для увеличения заработной платы младшему обслуживающему персоналу министерств и ведомств.